Он надевал китель с наградами, садился на лавочку возле ворот и делился с молодёжью историей своей жизни. Так начинал свой день Бесултан Беков каждое 9 мая, вспоминают племянники ветерана. Он умер 17 лет назад, однако Микаил Беков всё ещё помнит, насколько дяде был важен день Великой Победы. Именно в этот праздник Бесултан любил окунуться в воспоминания. Сдомболыжи Хайи 22 июня 41-го года Костиллахтавус. Сдомболыжи он. Войну он начал Белоруссия. Город Кобрин наш, город Дерёхсуус. Сдомболыжи запады, Кайюлян, Штахах. Сигалрадуга, дом, бисыл, что аж бомба, аж-то я губе, ахида, йох-лёхус. Иерге паникер, иер, йолыш, бобе, анахбали, иер дахай, иуды, шейфы, дэцхуш. Ихира ваша хита, садаха, шейбалюга, рахмаш, сабрать, а сразу оступать, иду, грошу, омбеш. Война застала Бесултана Бекова в довольно юном возрасте. Ему было 25 лет. К тому времени у мужчины уже были супруга и ребёнок. В 1940 году Бесултан добровольцем отправился служить в армию. А войну он застал в Белоруссии. В Белоруссии, значит, Брянск есть такой город. Первая бомбёжка, он под бомбёжку, там попал я, рассказывал. Был слегка ранен, контужен. Рассказывал он в основном и в тылу, и на передовой. Ну, участвовал он везде в боях. Рассказывать о своём боевом пути ветеран любил. Страшных воспоминаний также было достаточно. Имя Бесултан Беков делился с трудом. Не раз он видел, как его товарищей забирала война. Как-то часть, в которой воевал ветеран, разбомбила прямо у него на глазах. Его сильно контузило. А однажды при отступлении он почти двое суток провёл в болоте. Пытаясь вытащить военную технику вместе с солдатами, чуть не поддался трясине. Отдёжй, пыр.. Сейчас он использует к нашему миру, и чтобы не почувствованы и суток провёл. Сейчас, здесь, в praktичном, он не стало на что-то! Продолжение следует следует, так сказать, через минуту, Авчаки, Сухикас, Сухикас. Когда его не бездет, он собирал их. На то суток, он собирал их службу, и все. Это автоматически, когда он выступил, все зашли, он собирал себя вначале, чтобы вообили, он пcribe в молилии, который может просто сизоциировать от него на сверху. А пока вот он создал него на сверху. В 1944-м во время депортации нашего народа ветеран благодаря командиру роты остался в строю советской армии до конца войны. Боевой путь окончил в Польше. Следом его ждали долгие 13 лет жизни на Чужбине. Я ехаю, езжай туда, и родных своих ты там найдешь. За боевые заслуги ветеран удостоен многих наград. Это и орден Красной Звезды, и Отечественной войны первой степени. Правда, большинство медалей потерялось во время депортации. В 1957-м Султан Беков одним из первых вернулся в родное село Верхние Очелуки. Вместе с семьей обустраивал быт, растил детей и оказывал активную помощь поселению. Вообще здесь строений не было. Тут в деревне 28 доно было всего. Вот и начали восстанавливать разрушенное хозяйство. После войны Бесултан Беков навсегда остался примером того, как надо защищать государственные границы и любить свою родину. По стопам своего предка пошли и его родственники, которые на сегодняшний день принимают участие в специальной военной операции. Своим мужеством Бесултан Беков вызывал восхищение у всех, кто его знал. Война отпечаталась в сердце Бесултана Бекова болью и голодом, а осколки, попавшие в тело, так и не смогли вытащить, и он всю оставшуюся жизнь мучился от боли в ногах. Цена за победу была велика, но память о таких людях живет в сердцах благородных потоков. Малика Измайлова, Султан Могушков, Магаз-24.